Добрый день! С вами Довина Наташа, художник компании Таир. Нам часто задают вопросы, как сделать акрил более жидким или более густым. В этом видео мы разберем, как, чем и зачем разбавлять акриловые краски. Для примера возьмем краски разной глянцевости и густоты. Густая полуматовая краска Акрил Арт и текучая ультраматовая краска Акрил Делюкс. Для чего вообще разбавлять акриловые краски? Во-первых, если есть необходимость добиться более жидкой консистенции краски, чем в банке. Чем краска жиже, тем дольше она тянется за кистью. Тем удобнее окрашивать предметы сложной формы с разными рельефными узорами. Во-вторых, для создания плавных переходов, когда не видно, где заканчивается один цвет и начинается другой. В-третьих, для создания глясировок эффект наложения полупрозрачных красок друг на друга. В декоре приемы глясировки обычно называют валированием, глейзинг или глизаль. Давайте посмотрим, как разные разбавители меняют консистенцию и свойства густой плотной краски. У меня это Акрил Арт, кобальт зеленый, светлый, холодный. Первое, что приходит в голову, когда речь идет о разбавлении водных красок, к которым относится акрил, это, конечно, вода. Вперва нанесем краску без разбавления. Краска очень густая и при обычном окрашивании долго вести линию не получится. Разбавляем краску водой в соотношении 3 к 1. Краска становится прозрачнее, но зато ложится более равномерно и сам мазок можно вести гораздо дольше. Разбавляем краску водой в соотношении 2 к 1. Краска стала еще прозрачнее, но все еще хорошо и довольно равномерно разносится. Разбавляем краску водой 1 к 1. Пигмент очень сильно разбавлен водой, из-за чего краска стала хуже набираться на кисть. Полоса краски получается неравномерная и совсем прозрачная. Подводя итоги, основной плюс воды – это, конечно, доступность и экономичность. Изменяя количество воды, можно легко контролировать прозрачность краски, добиваясь акварийных переходов. Однако, чем больше воды добавляете в краску, тем неравномернее покрытие. У краски слабее сцепление с поверхностью и водостойкость. То есть красочный слой легче повредить или стереть. Дальше возьмем разбавитель акриловых красок, он же акриловый медиум. Сначала снова нанесем краску без разбавителя, чтобы разница бросалась в глаза. Добавляем в краску разбавителя в соотношении 3 к 1. Краска ложится очень равномерно. Линию можно вести очень долго, благодаря скользкой латексной основе разбавителя. Прозрачность линии изменилась совсем незначительно. Добавляем в краску разбавителя в соотношении 2 к 1. Прозрачность краски увеличилась совсем незначительно. И краска очень долго и равномерно разносится. Добавляем в краску разбавитель в соотношении один к одному И снова мы видим разницу только в снижении укрывистости Очевидный плюс разбавитель акриловых красок Он очень медленно изменяет прозрачность краски В отличие от разбавления водой, краски не теряют яркости и насыщенности цвета И даже становятся более глянцевыми Разбавитель увеличивает прочность красочного слоя и водостойкость Отдельно хочу отметить, что специальный стресс для разбавления акрила Это самый экономичный вариант Специальные средства имеют только один минус В отличие от воды, их может не казаться под рукой в нужный момент Вместо разбавителя можно взять любой акриловый лак Я беру акриловый универсальный Сначала снова просто нанесем краску из банки Разбавляем краску лаком в соотношении 3 к 1 Краска стала менее укрывистой, но ложится равномерно И мазок можно вести очень долго Разбавляем краску лаком в соотношении 2 к 1 Прозрачность краски усиливается Мазок выглядит довольно равномерным Но по ощущениям разносится не так хорошо, как с применением разбавителя Разбавляем краску лаком 1 к 1 Краска стала совсем лессировочной, прозрачной Линия стала неравномерной и больше видны следы от кисти Основной плюс использования лака – это доступность Если под рукой не казалось разбавителя, то лак, скорее всего, есть в арсенале любого художника Подойдет акриловый лак любой степени глянцевости Разница будет только в блеске и финише Как и в случае с разбавителем, краски не теряют яркости, блеска и насыщенность цвета Лак также не ухудшает сцепление с поверхностью Стойкость к механическим воздействиям и водостойкость Следующий вариант – это паста-разбавитель В отличие от других разбавителей, которые сжижают краску Это средство способно разбавить краску, не теряя густоты Что очень важно при работе в пастозных техниках Также эта паста значительно мешает расход краски без потери в цвете И даже способна загустеть текущую краску Наносим мазок чистой краски через черную пульсу А затем краску, смешанную с пастой-разбавителем в прежних соотношениях Здесь я не останавливаюсь подробно на каждом пункте Потому что результат везде одинаковый В плане разносимости разницы нет никакой Краска по-прежнему густая и не позволяет долго идти за кистью Наношу пастозной мазке Сперва чистую краску, а затем разбавленную пастой Мазки получаются такие же рельефные, как и краска без разбавления После высыхания видно, что разницы в цвете и объеме практически нет Подводя итоги, паста-разбавитель позволяет значительно снизить расход краски без потери в цвете И сохраняет густоту мазка Как и другие акриловые составы, не изменяет устойчивость краски к воде и механическим воздействием А теперь давайте посмотрим, как меняются консистенции и свойства мягкой кремовой краски Эта краска акрил Делюкс Если сравнить ее с акрил Артом, она более жидкая и более матовая Краска приятная, мягкая консистенция Ее разбавление может потребоваться скорее для создания разных живописных эффектов Разбавляем краску водой в соотношении 3 к 1 Краска совсем чуть-чуть теряет в укрывистости и равномерности мазка Зато ведется гораздо дольше Разбавляем краску водой в соотношении 2 к 1 Краска стала хуже разноситься, но укрывистость снизилась незначительно Разбавляем краску водой 1 к 1 Пигмент очень сильно разбавлен водой Краска хуже набирается на кисть, укрывистость снижается, из-за чего краска начинает полосить еще раньше Дальше берем разбавитель акриловых красок Сначала снова нанесем краску без разбавителя, чтобы разница бросалась в глаза Добавляем краски разбавителя в соотношении 3 к 1 Разница в укрывистости незаметна глазу, но чувствуется, что краска легче идет за кистью и дольше сохраняет плотность мазка Добавляем краски разбавителя в соотношении 2 к 1 Краска немного потеряла в укрывистости, но все еще очень долго разносится Добавляем к краске разбавитель в соотношении 1 к 1 Видно, что краска стала прозрачнее Мазок не такой равномерный, но все еще долго идет за кистью Универсальный акриловый лак Сначала просто нанесем краску из банки Разбавляем краску лаком в соотношении 3 к 1 Разница в укрывистости почти незаметна Краска гораздо дольше сохраняет равномерность и плотность мазка Разбавляем краску лаком в соотношении 2 к 1 Краска теряет немного укрывистости, но все еще долго идет за кистью Разбавляем краску лаком 1 к 1 Краска стала полупрозрачной Мазок стал неравномерным и начал полосить по всей длине мазка А теперь рассмотрим пасту-разбавитель Проводим линию чистой краской и дополнительный густой мазок мастихином Консистенция краски кремовая и при густом нанесении мазок не держит форму Оплывает и растекается по поверхности Смешиваем краску с пастой-разбавителем в соотношении 3 к 1 Краска стала гуще и сразу ухудшилась разносимость Зато очень заметна стала разница в густом мазке Во время высыхания рельеф немного плывает, но все равно остается заметным и выделяющимся Кроме того, мазок с добавлением пасты-разбавителя стал более глянцевым в сравнении с ультраматовой краской без добавок Смешиваем краску с пастой-разбавителем в соотношении 2 к 1 Краска все больше изменяет консистенцию в сторону сгущения После высыхания рельеф сохраняет четкие границы и увеличивается глянцевость финиша Смешиваем краску с пастой-разбавителем 1 к 1 Краска стала совсем густой, по консистенции близкой к пастозным краскам акрил-арт Финиш стал сатиновым Этот вид-разбавителя очень хорош, если бы хотите попробовать пастозную живопись Но у вас в наличии только текучие краски В зависимости от художественных задач вы можете выбрать любой вид разбавителя А также комбинировать специальные средства и воду, добиваясь нужной густоты и прозрачности Надеюсь, это видео расставится и точек над «и» в вопросах разбавления акрила Но если осталось что-то непонятное, обязательно пишите в комментариях, я постараюсь ответить Говорите с удовольствием, до новых встреч!